Всем привет! С вами Наташа. Рада вас приветствовать на своем канале. Вчера у меня целый день был загружен. И, честно, было не до съемки. Съездила вчера к Машеньке. Еду она мне вернула. Но только она поела картошечку. Картошку со свеклой. А остальное она мне вернула. И бананы вернула, и печенье вернула. И шарлотку маме ей передавала. Она тоже вернула. Я вчера пельмешек ей отварила домашних. И мне там написали в комментариях Наташа. Соседка там пельменями домашними накормила мужа. Он умер после операции. Я Маше сказала, Маше не кушай. Хотя как бы отварное мясо. Там же и грудку куриная, и свинина постная была. Ну, чуть-чуть сало добавила. Пока варила, оно выварилось. Короче, я не рисковала. Маше то третий стол, то четвертый ставит. Маша говорит, когда на третьем столе было вкусная еда. Сейчас опять что-то на четвертый меня вернули. Может, там где-то ошиблись. Но все, что она ест, это просто суп. Вот сегодня картошки, вареные котлеты она есть не может. Но я говорю, Маша, вот тебе, говорю, для организма нужны кирпичи. Мясо, говорю, это кирпичи. Это, говорю, белок. Ты же сказала, белок это яйцо, а мясо это железо. Я говорю, там и железо, все полезные элементы. Но там и белок для строительства. Вот, говорю, тебе дырки сделали, говорю, на коже. Говорю, чтобы их застроить, для организма нужны кирпичи. А ты, говорю, ешь солому. И, говорю, организм такой смотрит, говорит, ну нет кирпичей, будем заделывать соломой. Ты же, говорю, понимаешь, что для организма надо для восстановления хорошее питание. Если не ешь мое, если боишься, она боится есть. И я сама боюсь тоже что-то не то дать. Потому что серьезное было. Операция серьезная была, поэтому боюсь последствий. Пускай лучше немножко проголодается, чем нежели я не то, что надо дам. Хотя я к врачу, говорю, позвонила, спросила, сказал, можно все, что любит, по чуть-чуть. Но я, если честно, удивилась. Как бы, ну, это же серьезная операция была. Ну, я так, знаете, со своей колокольни подумала, что, ну, может быть, запеченная курица, вот, не так страшно. И пельмени домашние тоже не так страшно. Но нет, так нет. Не захотела она есть. Я говорю, тогда кушай то, что тебе дают в больнице. Хотя бы то ешь. Вот, поэтому вчера завезла ей вещи. Забрала то, что она посчитала нужно мне отдать. Вот, потом приехала, планировала, что я вчера заняться пчелами. Поэтому утром у меня все до обеда заняла Маша. Потом я приехала, занималась пчелами. Вчера был намного теплее день. Сегодня чуть прохладнее и северный ветер. Вот, вчера всеми пчелками занялась. Ну, так как у меня в обед помощника не было, чтобы кто-то помогал мне улья таскать. Поэтому дно я почистила, но не опалила. Я задвигала рамочки в бок в ульяке и, как смогла, прочищала маточку, чтобы не повредить. Я ее в такой у меня прищепочкой специально вылавливала прищепочкой. В прищепочку такую сажала. И уже спокойно могла работать, зная, что я ее не поврежу. Вот, почистила. Посмотрела, сколько у меня рамочек, где надо, добавила. Вот, кто-то мед съел, который я ложила лепешечкой, кто-то не выел. Поэтому мед оставила. Развела вчера сиропчик на 2 килограмма сахара. Один литр воды, такой густенький, и туда кобальта насыпала. И по пакетику раздала. По литру я им раздала. Это для стимуляции яйцекладки для матки. Вот, пока сейчас такая погодка. Как бы то солнышко, то прохладно. Ну, ночью вроде сейчас минуса нету. Потом опять немножко минус будет. А днем плюс 16, где-то так. Плюс 18. Сейчас может прохладнее, пускай плюс 12. Летают, пыльцу носят. Я там прошла и смотрю уже. Это деревья начинают почки распускать как на цветение. Это абрикосы, персики. Ну, я говорю, надо будет, наверное, посадить с подвала, с погреба, вынести эти саженцы, которые я покупала. И уже, наверное, можно их будет посадить. Так как были заморозки, то я их не садила. Ну, и виноград не знаю. Пока еще, может, просто вы ему в теплицу, я думала, поставить. Но в теплице очень жарко днем. Ну, и прохладно ночью. Я вам поставила, так, чтобы вы на пчелок смотрели. Можно и поближе. О, и на ручку у меня садятся. Мои девчонки. Так что вчера, говорю, с часу до шести. До часу Маша была, с часу до шести. Приехала домой. К Машеньке не пускают. У нас карантин по короне. Поэтому я не могу у нее присутствовать. Улетела, не улетела. Ну, смотрите. Не могу. Чисто так пакеты принесла. И пакет вернули. Там специально такой стульчик. И написано отделение. Вот девочки с соседних палат. Кому 15-16 лет. Они ее там заплетают. Вот то, что волосы длинные. Ей неудобно самой заплестись. И у нее еще катетер стоит. Еще капают. Швы еще не снимали. Ну, может, сегодня, завтра должна снять. Улетела. В понедельник. Планируют, если все хорошо, на выписку. Так, так что вчера пчелками занялась. А, полосочки от клеща поставила. Все, закармливаю так для стимуляции. Пока не наберется пчелки вот так целый улик. А потом уже сверху ставится магазин. И сам магазин, это такой маленький корпус. Уже туда будут мед и нектар собирать. Поэтому кто там спрашивает, а сахар в мед идет. Нет, они его всего съедают. И он идет на корм этих пчелок. А уже в товарный мед идет то, что в магазинах. Я не качаю то, что в корпусе. Я качаю то, что у меня в магазинах. А уже поздним летом, это вот в августе, тогда уже выкачиваю и боковые. Вот. Это за целое лето, что насобирали. Потому что там может быть рапсовый мед, а он садится. И пчелки на нем не перезимуют, так как он каменный. Все. Так что по пчелкам сегодня все рассказала. Это вчера этим занималась. Вот. Полила в теплице. Салатик выходит. И редисочка. Рассаду полила. Ну а сегодня у меня была уборка. Сегодня у меня была уборка. Убрала в комнатах. Поменяла постель. Закинула в стирку. Утром проснулась. Слушайте, вчера вечером чесался. Чесался глаз. Проснулась. Не смогла глаза открыть. Или инфекция попала. Или что. Не знаю. Вот. Так что то, что поросятам тогда этот мазь эту мазала глазную, так и себе намазала. Но она человеческая, не вентиленарная. Вот. Ну вроде немножко отпустила глаз. Сейчас планировала посадить с Игорем. Игорь говорит, давай или завтра, или на выходных. Сегодня у нее не получается. Поэтому решила пойти пообрезать малину. Так. У нас два вида малины. Обычная и ремонтантная. Ремонтантная. Сорт не знаю. У меня от соседки переросла. Ну и растет. И ладно. Поэтому я ее осенью не обрезаю. Вот как она осень ушла. Видите, здесь еще ягоды засовшие есть. Вот. Вот так оно и ушло. Весной я смотрю, где начинают расти почки. Вот видите, уже почечки распускаются. И вот до туда я срезаю верхушку. А где уже почечки, оно растет. Растет и у меня ягодки раньше. А потом уже осенью получаются ветки замещения с земли прут. И на этих ветках замещения уже до поздней осени вторая волна ягод. Поэтому старые я не обрезаю. Вот сейчас занимаюсь. Приволокла эту тележку. И занимаюсь. Обрезаю все. А это моя вишенка. В прошлом году я ее поливала в жару. Так жалела, поливала. И от того, что я холодной водой полила там, где солнце ее прогрело, кора полностью лопнула. И вот так ее расщепило все. Прямо сердцевина была. Но на тот момент у меня не было садового вара. Все, что я смогла придумать, это я изолентой плотно намотала. Но она, видите, уже так перезимовала. Немножко толще ствол стал, поэтому оно разошлось. И в светофоре я купила садовый вар. Но он такой по свойствам, как свечка. Вот, если кто занимается этим, подскажите, как и мазать. Его, наверное, что, разогревать надо или что? Чтоб он мягким стал. Я думала, садовый вар, он такой, как вам сказать, как пластилин. Или как тянущееся тесто. Вот так я думала. Но оно такое твердое. Вот, думала сейчас снять и замазать. Потом, думаю, пока не буду. Узнаю, что вы мне напишите. Потому что я думала, она не перезимует. Вот, а пока, вроде, как смотрю, почечки есть. Жалко, что надо что-то сделать. Чтоб у нее серединка эта как-то заросла, зажила. Чтоб муравьи там не ходили, не кусали ее. Все, так что у меня такой фронт работы. Сейчас вот эту вот малинку всю пообрезаю. И по чуть-чуть на клумбе надо. Вот это тоже сухое. Вот так разрослось. И пырей всю клумбу заполонил. Так что вот это сухое цветоносцы эти тоже посрезаю. Здесь надо будет и лилии выкопать. Вообще, я думала это все выкопать, перекопать и красивую клумбочку сделать. Я здесь и камушками выкладывала все. И пололась. Но трава заполоняет. Особенно вот эта роза. В нее руки не всунуть. И она в середине вот таким кустом. Это трава. Она такая колючая. Тоже, кстати, розу надо будет пообрезать. Уже почечки пустила. А Игорь мне так и не сделал арку. Роза вроде нормально перезимовала. У нас эта зима, слава богу, была не сильно холодная. Вот розочка зеленая. Вот. Видите? Ветки зеленые. Уже почки растут. Никак он мне арку не сделает. Тут тоже надо будет подгребать. Пообрезать сухую эту. Папоротник. И часть вот этих вот кустов тоже не разрастается. Этот можжевельник. Надо будет тоже выкопать. Все. Буду продолжать работать. Ну вот. Совсем другое дело. Видите, как ровненько стоят. Все чистенько. Вот столько мусора. Сейчас пойду вывезу и приступлю к лумбе. Так. Ну. Розу немножко прибрала. Вырезала сухие ветки. Еще одна тачка. Вот кажется. А столько мусора. Еще здесь тачка будет. Там тачка будет. А еще этот папоротник. И роза там тоже. Как-то надо будет в порядок привести. У меня уже все руки сколола. Эти сначала в перчатках эту смородину. Посмотрите, вармалину перебирала. А потом эти уже одела. Руки уже все пекут. И пальцы тоже. Ну ничего. Кто ж это сделает, как не я. Надо наводить порядочек. Уже вечер. Видите, сколько накидала им довольные. Грябаются. Еще смотрят, что это я снимаю. Они думали, я траву принесла. Ну и на клумбе привела в порядок. Где смогла. Там пыри этот повысекала. Загрябала. В розочке тоже в серединке поубирала. Ну вот так более-менее видок. Надо будет еще отмостку Игоря залить. А это Игорь привез вот такой сок. Идет березовый. Очень темный. Ну вот сейчас процедит. И сварим, чтобы попить было. Все. На этом видео свое заканчиваю. На сегодня уже заработалось. Завтра уже будет тепло. Вот эту вьющуюся розу папоротник в порядок приведу. На сегодня мне уже достаточно. Вот. Сейчас пойду домой. Маше позвонила. По чуть-чуть кушает. Говорит, рыбный какой-то фарш. Говорит, миссис, картошкой. Она говорит, я его чуть-чуть съела. Безвкусный, но ела. Я говорю, молодец. Вот надо кушать. Говорю, хочешь, не хочешь. Но надо есть, чтобы выздороветь. Ну и на этой ноте. Желаю вам тоже всем здоровья. Мирного неба. Всем пока.